ДВХАП.РУ Я думаю, что сейчас собственники относятся совершенно по-другому к своему жилью. То есть уже теперь на выборе подрядчика присутствуют собственники, которые заинтересованы в том, чем, как, каким материалом, что им будут делать, какие работы проводить. Очень радует, что стали даже интересоваться тем, какие батареи поставят. Приходят на конкурсы, участвуют в этом. Очень здорово, вот мы были сегодня на Димитрово 8, видно, что собственники интересуются. Старый металлолом сдают, хотят сделать что-то новое в своем доме. И очень радует, что наконец-то нашлось взаимопонимание регионального оператора, собственников и подрядчиков, кто проводит работу. Половина вырежется, и вот здесь потом вот эти трубы станут ровно, то есть продвинутся дальше. При проведении работ проходят два конкурса, которые сначала идут на проектирование работ по дому, то есть какие работы, кто проектировщик. Второй вид работ проводятся конкурсы на проведение уже работ, то есть подрядчики. Подрядчики в основном у нас на сегодняшний день не местные, то есть не еврейская автономная область. Есть, конечно, и подрядчики местные, но их очень мало. Это печально, потому что первые года начиналось все-таки с наших местных подрядчиков. Единственное, что на сегодняшний день также беспокоит и подрядчиков, и регионального оператора, и самих собственников, это доступ в квартиры. То есть люди еще у нас не очень допонимают, что все-таки мы живем с вами в многоквартирном доме, и у нас общее оборудование. Если отопление идет с первого по пятый этаж, то когда его меняют, естественно, нужен доступ в каждую квартиру, чтобы это заменить. И вот это очень сильно тормозит сроки выполнения работы, потому что если все вместе договорились, им поменяли за один день водопровод, например, и включили воду для всех. На сегодняшний день программа по капитальному ремонту прописана полностью в жилищном кодексе в главе 15-й. Это у нас 6 видов работ, которые проводятся в рамках капитального ремонта. Но, например, если в доме крыша в аварийном состоянии, а они стоят на 25-й год по крыше, а на 18-й по коммуникациям, они сами решением собрания могут поменять данные виды работы. То есть это все корректируется. Все зависит от того, насколько идут работы, то есть насколько нужны эти работы, да, нам было. Когда начинались капитальные ремонты, проблематика была для населения и в сборе денег. Не хотели сдавать, да, то есть не хотели платить за капитальный ремонт. И в плане того, чтобы вообще запускать квартиру. Вообще все говорили, зачем это нужно, это все обман, и региональный оператор обман. То есть вот начиналось все очень сложно, хотя программа с 2012 года. А мы в области, повторюсь, пошли только в 2015 году. То есть 3 года мы прорабатывали, но было очень сложно. На сегодняшний день 18-й год. Платежи поднялись, то есть население платит, потому что видят результаты по уже другим домам, да, потому что мы отремонтировали за 2015-2016 год, мы отремонтировали порядка 40-50 домов, наверное, по области. То есть уже результаты видны, платежи пошли лучше. Но все равно в каждом доме есть какие-то единичные случаи, которые вот все-таки недопонимают того, что они живут в многоквартирном доме, и что у них есть общее оборудование. То, что за стенами квартиры, не все принадлежит собственникам, потому что то, что принадлежит, используется более чем для одной квартиры, это считается уже общее имущество. И поэтому мы от этого с вами никуда не денемся.